Ну, знайте, ау, господи, прости, прости, малыш, приятного тебе полёта, надеюсь, тебя подхватит какой-нибудь Карлсон, хотя вряд ли. Приветствую вас, земляне, с вами пришелец Саймон, и добро пожаловать в Бабл Квас, вы просили меня поиграть в Бабл Квас, а в Бравл Старс вы меня просили поиграть, а, ну да. Ну, это почти то же самое, судя по всему, с небольшими такими изменениями, он просто, ну все, по крайней мере, те, за кем я слежу, тоже засняли, я думаю, почему бы не присоединиться к всеобщему вот этому безумию. Кликуха на районе, черкани сюда, пришелец Саймончик, вот, давайте так, няшно и мишно и замечательно. Так, мне дают чемоданчик Анонимуса. И? А, Амогос, обычный, ту-ту-ту-ту-ту-ту, или что тут, эээ, что тут за мотивы? Амогос! Тун-тун-тун, тун-тун-тун, ту-ду-ду-дун! Да он не обычный, и он... Ким Кардашьян, если бы это увидела, она бы просто повесилась, ну ладно. Магазин, бойцы, о господи! Гачи Мучи, да. Саймончико. Не, вы немножко неправильную подобрали, надо это, одноглазовая миньончика, я на него больше похож. Магазин, бойцы, новости, бабл пасс, бабл джамп, клуб, друзья, чат. Я не знаю, я, если честно, в Brawl Stars играл один раз, серия у меня есть на канале, её никто не посмотрел толком, поэтому как-то с тех пор и не стал снимать. Ну, давайте играть в это. Что тут? Счёт один, заново, всё? Оп, погодите, секундочку, вы же не хотите мне сказать, что я, по идее, должен наклонять устройство влево-право, чтобы прыгать по этим платформочкам? Ну, нет же, да, я... Блин, так не работали же стрелочки, я нажимал же на ВСД, вы чё? А, ну ладно, ну так сможем. А как ты умудряешься так, с такой Фатимой, что называется, прыгать так? 10 рублей, одну 10-рублёвую монетку заработали, господи. Даже на проезд не хватит в городе, где я высадился. Так. Опа. Опа. Давайте прыгать. А, это сколько вообще длиться-то будет? Бесконечно? Не хотелось бы. О, тут я чё-то изумрудик какой-то заработал. Тут попадается, что ли, на пути? Вот, уже две 10-рублёвых монеты, а я их не вижу. Блин. Блин, если часто, стрёмно, потому что... Этот геймплей немножко, вот с этим фоном, провоцирует страх высоты. Немного. Мне от этого становится стрёмненько. Ну, ладно. Опа. Аккуратненько. А долго мы так будем? Я смотрю, геймплей, он не очень пышет разнообразием. Вообще не радует. Я вот зарабатываю какие-то деньги. Может быть, это одна из тех игр, где нужно фармить, вот, допустим, деньги и кристаллики. Вот, допустим, вот по 5 я собрал. Соберём каких-нибудь 10 и откроем новый скин, например. Или новый фон. Может быть, здесь в этом всё дело? Ну, играю я в это лучше, чем в обычные Бролстарсы. Это надо признать. А это как далеко ж-то, господи. Меня твоя прыгучесть при таких габаритах довольно восхищает. Мне интересно, как ты смог или смогла с дивана подняться. Молодец, хорошо, что тебе это не мешает. Вот, вот тут, здесь в данном случае бодипозитив можно действительно оправдать. Потому что, ну, нельзя не признать, что этот персонаж в своём теле, вот в таком вот крупном, действительно комфортно себя чувствует. И это никак ему не мешает. Так что, а мы всё поднимаемся выше и выше, а ничего не меняется, ничего не происходит. Мы что-то тут зарабатываем. 11 этих самых 10-рублёвых монеток. То есть 110 рублей, 110 рублей за вот такой вот паркур. Ну, я тоже так хочу. О, 61. А, наверное, у меня было сколько? 50? 50 уже было, наверное. Так, а что тут ещё есть? YouTube, ВК, Google, информация. Чё за информация? Разработчики. Влаттер и Pebble. Ну, что интересно, это, так сказать, официально было скачано в Google Play. Они это пустили. Никакой абсолютно модерации на этих площадках. Так, магазин. Классический ящик. Ящик анонимусов. Ящик данжен мастера. Манки ящик. Мега ящик. Ну да, тут всякое можно покупать. Тут ещё настоящий донат, настоящие деньги. Может, не надо? Скин на Могуса с Усприм. Скин на Мышк Фредди с золотой дождью. Золотого дождя. Ну, судя по всему, ты под него попал. Да, ой, как я тебе не завидую. Игровой компьютер, киберспорт, хаги-ваги, хуги-вуги, точнее. Господи, что тут происходит? Что происходит? Помогите! Не, давайте пока ничего не будем покупать. Что тут есть? Бойцы? А, ну, 1 из 72. У меня только Амогус открыт. Новости. Тысячи... А, понятненько, понятненько. Так, что за Бабл Джамп? А, мини-игры Бабл Джамп и Бабл Ран. А, наверное, тут можно выбрать вот Бабл Ран и играть нажать. Эй, у меня опять не работает ВСД. А, вот здесь мышкой надо. А что такого, что я сверху на машинку прыгнул? Ну, извините. Ладно, собираем. Опа! Через машины перепрыгивать с такой торбы. Это, конечно, достижение. Я не перестану никак этим восхищаться. Ай, ну... Ну, тут не рассчитал. Не, ну музончик, конечно, тот еще. Ну, ладно, давайте. Опа! Давай. Подпрыгивай как следует. На стрелку мне было бы это сподруще делать. Но, блин, придется. Может, пробел? А, пробелом можно. О, хорошо. Опа! Давай. А, я даже удерживать и могу и подлетать высоко. О, так это другое дело. Опа! Давай-давай. Опачки. Монетку. Давай поднимаем. Опа-пай! Блин! Не, музычка, конечно, тут просто. Прям это, детский утренник. Ну да, как раз в тему вот тут. Ааа, праздники, каникулы были, уже прошли. Ну, еще старый Новый год впереди. Так, ладно. Ой, зачем? Да что такое? У меня тут плохо получается. Камушек. Ладно. Без камушка обойдемся. Ну вот, ну, я же... Я же не знаю, есть ли там машинка или нет. Ну, елки-палки. Вот, кстати, логотип игры ZZ. Зи чё-то там. Аккуратно. Ай, монетка опять! Я опять пропустил. Ну, ладно, еще давай. Опа! Проезжаем. Окей. Берем. Опа-па-па-па-па-па-па. Да откуда ты вот опять взялась с ней? Не, эта игра мне не нравится. Отсюда мы выйдем. Так. Изменить фон. А, можно изменить фон. Что? Зачем? Ну, ну, ну это еще ладно. Да, вот хватит с меня сегодня интернета после такой игры. Так, ваш текст. Без повода, но от души. Великолепно. О, Павел Дуров. Старый ВК. Еще была стена и все дела. О, это дом Шрека, да? Обои Windows. Понятно. Так, цвет имени, открытых ящиков. Все просмотрены рекламы. Как это ноль? Я тут... Мне тут штук пять, наверное, выскочило. Сколько... Как вы уже наварились от одного только меня? Текст шесть. Цвет имени. Цвет именем поменяйте. Вот он такой вот на фиолетовый. Ближе к вот цветовой гамме канала. А фончики все... А вот... Ну, давайте вот такой, да, тоже сделаем. А вот это что за рожие? Как будто сожрали какую-то гадость и сейчас блеванут. Так, друзья. У тебя нет друзей. Принять. Типа принять тот факт, что у тебя нет друзей, да? Принять свою... Одинокую судьбу. Своё одиночество. Ладно. Клуб. Естественно. Чат. Ну, вполне предсказуемо. Блин, на мегаящик не хватает. Давайте анонимусов купим. И что у меня там? Монеты 85. О. Анонимус с пакетом обычный. Ви. Значит, вынести мусор. О. Какие серьезные. Мужики прям брутальные. Посерьезнее вот этих вот. Это вообще фигня. Это сосунки. И в переносном, и в прямом смысле. Не то, что вот эти. Вот это настоящие мужики суровые. Давайте, давайте вот этих тоже купим. Чё бы нет. Давайте откроем. 52 монеты. Грачевучий. Обычный бёрднексдор. Ой, блин. Это, я так понимаю, не для грачей, не для скворцов, а для той самой птички, которая в небо вжик. Из песни Елены Малышевой, да? Фу-фу-фу-фу, гадость какая. Давайте анонимуса выберем. И за анонимуса, наверное, попрыгаем. Давайте играть. Тут на обычной стрелке тоже не работает. Ну да, за этого тоже по-своему интереснее попрыгать. Ай, господи. И это четыре с чем-то звезды имеет. На этом самом, на сайте Google Play. На Play Market. Это удивительно. Ну, знаете. Ау, господи. Прости, прости, малыш. Приятного тебе полёта. Надеюсь, тебя подхватит какой-нибудь Карлсон. Хотя вряд ли. Если сравнивать эту поделку с ремастерами GTA недавними, то здесь, мне кажется, и то гораздо больше стараний и души, наверное, вложено. И к тому же вот это удовольствие, оно бесплатное. В отличие от этих ремастеров, будь они неладны. Ой, ну ладно, не будем о грустном. Давайте просто попрыгаем, попрыгаем. Это, получается, вот вынес мусор наш чувачок. И поднимается на верхний этаж, потому что в этих старых древних ручёвках лифт наверняка не работает. А если работает он сверху до низу засран, поэтому приходится нашему анонимному мальчику подниматься вот так. В припрыжку по опасным бетонным плитам, потому что это суровая матушка Россия. Только хардкор. Давай прыгай, прыгай. Офигенно, офигенный геймплей. Давайте рекорд побьём с вами. Что-нибудь там, не знаю, за рубли ещё купим. Там сколько сможем, столько отпрыгаем. И что-нибудь купим уже за рубли. За вот эти изумрудики уже приобрели. Два ящика. И может фончик, на фончик на какой-нибудь хватит. Кто знает. Хотя я не запомнил, сколько он стоит. Ну, не на фончик, а ещё на что-нибудь, например. Блин, чувствительность тут, конечно, управления нефиговая. Нефиговая, я бы сказал. Тебе не жарко, чувак, в этой маске, а? Кстати, я ж вспомнил. Вообще, эта маска Гая Фокса, она же в фильме довольно в старом таком уже появилась. Там какого, 2005 или какого, 2006 года он. Я помню, когда я только прилетел на вашу планету. Получается, 9, 10 уже почти земных лет назад. И устроился на подработку в ресторан быстрого питания у вас. И уже тогда, в 14-м году, в земном. О, мы уже давно рекорд побили. Один чувак как раз зашёл в это кафе. В этой маске. То есть он был вот этим анонимусом, которому повезло, повезло. Ещё до того, как это стало мейнстримом. Ещё до того, как анонимусы начали произносить фразу Повезло, повезло. Всё новое, это хорошо забытое, старое, друзья мои. И такая вот философия. Ну, это игра на рекорд, я так понимаю. Кстати, вот эта игра, она, знаете, что мне напоминает? Вот я тут вспомнил вот эту GTA San Andreas. Ну, вот эти вот ремастеры. И вот там в оригинальной игре, не знаю, как сейчас, В ремастерах есть игровые автоматы. И там нужно было вот так вот бесконечно подниматься и летать за пчёлку. И вот тоже похоже, вот бесконечный такой подъём наверх. Или не бесконечный. Нет, нет, там, там, по-моему, уровни были. То есть там всё-таки немножко поинтереснее и поразнообразнее геймплей, чем здесь. Уже 20 минут мы записываем вот это, вот этот шедевр, не побоюсь этого слова. Ааа, да. А, у меня 182 рубля, мы ничего-то ни на что не накопили толком. Путь к славе Мерло. Ты горишь, как агония, у меня агония. Это любовь или это паранойя? Так, это здесь тоже, получается, нужно всякие набивать. А, это слова Бебру. Так написано к славе Мерло, а тут к славе Бебру. Не порядок, не порядок. Уж написали бы сразу, что к славе Бебру. Или вы хотели красивым заголовком, типа, завлечь, что к настоящему славу Мерло мы увидим. Он с нами поздоровается, автограф нам даст. Набираем вот эти штуки, получаем опыт. А тут не Мерло, а Бебру. В общем, мы, лошки, вот Бебру настоящую занюхнули. Великолепно. Пояснительная бригада. Чтобы получить награду, необходимо нажать на него. После получения появляется зеленая галочка. Один уровень Бабл Пасс равен десяти открытым ящикам. Ну, у меня пока еще самые ящики не все открытые. И, знаете ли, до двухсот я допивать точно не буду. Я в этом очень сомневаюсь, потому что, ну, я далеко не такой ярый поклонник славы Мерлоу. И тем более славы Бебру, чтобы этим всем заниматься. Поэтому давайте что-нибудь прикупим на эти денюжки. Что тут за денюжка у нас продается? Только фаны продаются, что ли? Короче, да. Ну, ладно, давайте обезьянок купим. Ну, прикольный, кстати, чемоданчик с шерстью. Интересный. Я бы такой даже купил по приколу. Сорок две монеты. Крутой манки. Эпически крутой, ну. Блин, это ж этот. Это ж Сэмю Лилл Джексон из криминального чтива. Вылитый. Двести скопилось, кстати. Ну, я их могу только слить вот в магазине. Ну, и давайте классический ящик возьмем. Что тут у нас? 81 монета. Владик! Влад... Ой, ну, конечно. Эпический Владик не человек, а мужик. Жесткий забивной пацанчик. А если с английского, то просто член. Не просто член, а вла-член. Да, член любой тусовки. Ну, ладно, побаловались и хватит. Я думаю, нужно выйти, наверное, и завязывать с этим делом. Если вам понравилась эта серия каким-то чудом, то ставьте палец вверх, подпишитесь, позвоните в колокол, поделитесь этим видео с друзьями и оставьте комментариев, да побольше. У меня есть группа ВКонтакте, личная страница ВКонтакте, страница в Инстаграме, Дискорд-сервер и канал на Твиче. Обязательно добавляйтесь в друзья и подписывайтесь. С вами был пришелец Саймон. Игры сводят нас с ума в хорошем смысле. А вот такие даже не сказать, что в хорошем, но тоже сводят еще как. До скорого, земляне. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok